Игры Заброна Это единственный герой в игре, который может принести с собой юнитов 4 уровня Василисков Причем от 4 до 7, что довольно таки много И эти Василиски, они имеют неплохую скорость, пятую А на родной земле шестую А при игре Заброна даже седьмую скорость, потому что он их ускоряет и усиливает Может принести с собой Змеек, но третий стэк заходит довольно редко Ну и немножечко может принести гноликов Также имеет сразу же сопротивление магии, что для воина в принципе неплохо Но на перспективу опять же в начале это вам мало как-то поможет Есть доспехи, которые при игре за Василисков довольно неплохо оправдываются В целом Брона часто выбирают игроки для игры не всегда как главного Могут брать как вспомогательного, который просто принесет Василиского Дальше будут играть за кого-то другого И герой будет искаться в таверне, да, через кого играть Но как главный герой он тоже вполне себе может быть применим Правда раньше за него играли гораздо чаще, чем сейчас это делается Следующим на очереди идет герой Дракон Дракон очень хороший герой для старта Хороший герой для того, чтобы делать его главным У него специализация по гноликам идет Сразу же есть доспехи и лидерство Доспехи помогают меньше урона получать всем своим войскам в ближнем бою И не только Специализация гнолики позволяет принести целых 300 эко гноликов От 10 до 20, то есть в целом он может принести с собой армию от 10 гноликов И заканчивая с 6 десятками, что довольно много Ускоряет, усиливает их и так далее Ну а лидерство позволяет таскать с собой не только родную армию Но и какую-то другую Без серьезного понижения морали Либо же таскать только родную армию И при этом очень часто моралиться в бою В общем герой однозначно хорош Следующий не хуже герой Это Вистан Вистан это небольшая, скажем так, обратная Вистан является противоположным вариантом игры через воина Он нацелен на стрелков И приносит с собой от 1 до 3 стеков стрелков Сразу же есть тоже доспехи И есть стрельба То есть разница между ними по сути в их специализации Дракон специалист по юнитам 1 уровня Причем это пехота А Вистан это специалист по юнитам 2 уровня И это ящеры В целом герой тоже очень хороший Не знаю есть ли смысл делать его главным героем Но некоторые все-таки рискуют и делают Но что гораздо более интересно Так это то, что он приносит с собой много ящеров Поэтому особенно новичкам Очень и очень удобно проводить разного рода бои Чем они в принципе и стараются со своей стороны воспользоваться Далее идет Тазар Это по сути наверное самый популярный герой Который есть в этом городе Специалист по доспехам Идет с продвинутыми доспехами сразу же Помогает терять намного меньше армии Особенно он хорош не столько в начале игры Поскольку не дает серьезного преимущества по армии Урона армия наносит под ним мало Дополнительную армию он не приносит Он приносит абсолютно стандартную армию Которую приносят с собой многие и многие герои Но вот когда он раскачается То равных ему найти пожалуй нельзя Если так уж говорить То это наверное самый защитный герой в игре Который есть С ним не может сравниться ни Нелла Ни Мефала Ни другие какие-то конкуренты Поскольку он еще и прокачивается в основном По первичным навыкам именно в защиту Так что однозначно хороший и при этом топовый герой Но не для новичков Потому что новичкам он не даст какого-то большого усиления в начале игры И там придется попотеть в разного рода боях Небольшим конкурентом в выборе против Тавзара является Алкин Это из-за того что у него хорошая специализация На усиление и ускорение горгон Армию приносит с собой тоже абсолютно стандартную Его огромным плюсом по сравнению с Тазаром является то что он наносит больше урона Ведь у него помимо доспехов которые есть у Тазара Есть еще и оружие Поэтому он и вашей армии позволяет терять гораздо меньше Но при этом еще и урона наносить гораздо больше В начале игры более ударным героем является Алкин Плюс ты за него не переживаешь Словит или не словит он оружие или доспехи Хотя честно говоря воины редко не прокачивают И одно и второе в основном все таки заходит как надо За редкими исключениями Немножко проигрывает он конечно по защите Тазару А в перспективе когда прокачается Тазар Тазар становится конечно же в разы лучше Просто намного Но это для затяжных игр опять же Далее у нас идет Корбок с поиском пути Приносит с собой даже целых два стека Змеечек Является еще и специалистом по Змейкам И имеет доспехи За счет поиска пути может с меньшим штрафом таскать по болоту разного рода юнитов Даже не родных для болота Ну и дополнительные Змейки они в принципе никому еще не мешали Особенно на первый ход когда надо многих героев разгонять На разгоне мы с вами в принципе разговаривали Но на главного героя лично мое мнение он не дотягивает по сравнению с другими героями Разве что вам сдало очень много внешних жилищ Змеек И вы хотите за счет Змеек переиграть соперника Либо же и вы соперник играет за болото И вы хотите в финальном бою иметь первую скорость Эту первую скорость вам обеспечит Корбак Потому что у Змеек будет уже даже не 13-я, а 14-я возможно скорость И это может стать решающе Ну то есть в таких крайне редких и специфических случаях Корбак все-таки может стать главным Едем далее Гервуль Очередной специалист по баллисте Наверное самый плохой специалист по баллисте, который есть в игре Потому что до 10-го уровня ему атака почти не заходит А для баллисты надо, чтобы была прокачана артиллерия Чтобы атака была повыше Но, как вы сами понимаете, ни о какой атаке здесь у Гервульфа даже речь не идет Немножечко он вам сможет помочь в начале Армии приносит, конечно же, меньше, чем другие Из-за того, что приносит с собой баллисту Но, например, где он хорош, так это при защите города Вот при защите города его защита хорошо сказывается И то, что он как специалист по баллисте управляет башнями Так что вот там вот как раз он себя вполне может проявить А вот для штурма, для беготни по карте Пожалуй, что он проигрывает чуть ли не всем специалистам по баллисте Далее у нас идет Брохельд Это тоже хороший герой Но, опять же, хороший на перспективку Во-первых, он является специалистом по вивернам А виверны обычно уже отстроены на второй или третий день игры Даже на каких-то сверхбедных шаблонах Армию приносит с собой абсолютно бесплатную Имеет с собой разведку И вот именно разведка, она во многом, наверное, и дает ему минус Иногда разведка вам, конечно, нужна Но с учетом того, что далеко не всегда не на всех шаблончиках Его многие и не выбирают То есть считают того же Тазара или Алкина, к примеру, лучше, да? Воинами Но с учетом того, что он является специалистом именно по ключевому стеку Мало того, что виверны у вас главный ударный стек часто Помимо этого вы еще и собираете улей змеев на карте И еще и там из них продолжаете формировать ударный стек То недооценивать Брохельда нельзя Как для старта, я думаю, что это не лучший герой Но в целом, если он вам приходит в таверне Задуматься о том, чтобы делать его главным Особенно на картах, где много уликов Даже если вы играете не за болото Всегда этот вариант нужно рассмотреть А вот брать или не брать его главным героем В итоге это уже вам должен помочь Анализ карты, раскладов, ну и так далее Далее переходим к магам Здесь они представлены в виде ведьм И первая ведьма это Мерланда Она специалист по заклинанию слабость Которая есть у нее сразу Также имеется стандартная армия на старте И есть продвинутая мудрость Ее плюсами является то, что у нее нет лишних навыков Только то, что надо магу Ничего лишнего Но нет хороших заклинаний Правда это компенсируется тем, что вы Как только отстроите гильдию магов Сразу же все получите В принципе она не лучший маг, который есть здесь в городе Но и не худший Далеко причем не худший Далее у нас идет Розик У Розик есть сразу же волшебная стрела В книге заклинаний, что делает ее на старте Если вы не хотите строить гильдию магов лучше, чем Та же Мерланда Но Розик является специалистом по мистицизму Поэтому она прежде всего хороша при игре на маленьких шаблончиках Там как раз вот пополнение маны может сыграть свою роль На больших шаблонах я бы ее наверное ни за что не брал Ну может быть за какими-то редкими исключениями Едем далее Вой Хорошо брать этого героя наверное на играх с водой Потому что это специалист по навигации, которая сразу же есть Хороша тем, что сразу же есть мудрость Но на картах без воды получается, что у нее есть лишний навык Лишняя специализация Абсолютно стандартная армия Но у нее есть по сравнению со всеми героями, которые есть в этом городе Огромный и огромный плюс Потому что вой имеет в книге заклинаний замедление Сколько уже игр было проиграно разного рода игроками Только из-за того, что видите ли нет замедления Несколько раз отстраивается гильдия магов в разных городах И везде просто не дают замедления А это все-таки ключевое заклинание И вой это заклинание вам дает сразу Едем дальше Вердиш Герой специалист по палатке Усиливает ее, приносит с собой палатку Ну и точно так же, как специалисты по баллисте Она приносит из-за этого с собой меньше армии Также есть первая помощь И мудрость Заклинаний толковых нет Только защита от огня Которая, ну от чего-то От армагеддона какого-нибудь Может, или огненных шариков Инферно будет как-то защищать Что-то вроде того Ну, самый такой Лекарский вариант Один из лучших, да В том плане, что Ведьма тоже качается в защиту Усиливает лечение Палатку и так далее То есть, если вы хотите Именно делать ставку на палатку Вердиш самый оптимальный вариант Но из-за того, что армии приносит мало Плюс палатка Ну, прямо скажем Баллисте, я думаю Серьезно так проигрывает На одной палатке Тяжеловато выехать Потому что у палатки мало здоровья В отличии от баллисты Плюс баллиста может Сама себя защитить В плане того, что Она наносит урон А палатка нет Она только защищает Других юнитов И потихонечку Потихонечку их лечит Поэтому, как главный герой Я думаю, она не дотягивается Далее идет Мерист Специалист по камне-коже Это же заклинание Есть сразу в книге заклинаний Армия приносится стандартно Из плюсов Можно отметить, что Есть мудрость Сама камне-кожа Довольно Хорошее заклинание Но есть обучение Если играть без дополнительных плагинов Пожалуй, что обучение Не самый лучший вариант В классических героях Герой для старта Тоже, я думаю, что Не рекомендуется А вот, пожалуй, один из Главных фаворитов На лучшего героя-мага Который есть среди ведьм Это Стик Специалист по волшебству И данный навык есть В принципе, для мага Это очень и очень хорошо Для усиления магии Имеется сразу же мудрость Армию приносит с собой стандартную И, что немаловажно Даже в книге заклинаний Тоже имеется хорошая магия Это щиток Которая может На 15-30% Защитить От ближнего боя От нанесенного урона По вашим юнитам В общем, Стик Для игры Конкретно через магов За болото Я думаю, рекомендовать Очень даже можно И я, и другие игроки Не единожды Играли через Стик И побеждали И а вот, собственно Второй главный конкурент В борьбе За лучшего героя-мага У болота Это Андра Андра выигрывает За счет маны Потому что Это специалист по интеллекту Сразу же есть интеллект Есть мудрость Стандартная абсолютно Бьет на армия Единственное, в чем Проигрывает Андра Это в ударной мощи То есть Магия бьет довольно слабо У нее Но она выигрывает По количеству маны Если вам важно Накинуть больше заклинаний А не нанести больше урона Магии То здесь нужна Андра Если же вы наоборот Хотите больнее Бить магией И при этом Вам количество маны Не столь важно Тогда выбирается Стик То есть Это два противоположных Варианта игры Через магов Какой вариант Для вас будет лучше Это вы уже решаете Сами Ну и в общем Татива Специалист по зоркости Которая сразу же Есть в наличии Если играть без плагинов То зоркость Это конечно Больше лишний навык Нежели нужный Имеется мудрость Три стека Абсолютно стандартные Приносятся И тоже приносят с собой В книге заклинаний Камни-кожу Вообще Многие ведьмы С собой приносят Камни-кожу Или щиток Для того Чтобы их магия Помогала Защищать свою армию Ни для кого Не секрет Что это абсолютно Мега защитный город Который не столько Любит атаковать Сколько защищаться И на это И делается Основная ставка То есть Если подводить Итоги Что мы можем С вами сказать Хорошие воины За которых можно играть Это вот Вся первая строка Героев Сюда же можно Отнести Алкина И можно отнести Брохельда Если мы с вами Говорим о Ведьмах То здесь Топ 2 Это конечно же Стики Андра Ну и может быть В некоторых случаях Можно сюда Подключить Какую нибудь Тиву Например Из-за того Что сразу Есть ударная магия Плюс восстанавливает Ману На каких нибудь Маленьких шаблонах И думаю Что на этом Вполне Можно И Закончить А если Подводить Итоги По Тем навыкам Которые Ну чаще Или реже Выпадают То тут Давайте Как раз Их Рассмотрим Если мы Говорим Про воинов То На поиск пути Шанс 8 На стрельбу 7 На логистику 8 На разведку 7 Ну то есть Если не учитывать Разведку То 3 из 4 Навыков Очень даже Хорошие У воинов Они качаются Здорово Помимо этого 8 шанс На навигацию А это уже Скорее минус Чем плюс 5 на лидерство Ну это в принципе Неплохо Хотя и не лучший Навык 6 процентов На тактику Которая нужна Обязательно Главному герою 8 процентов На артиллерию Вот от нее Часто приходится Отказываться 10 На доспехе Ребят То есть Остаться Без доспехов При игре За Хозяина Зверей Крайне Крайне Сложно Ну и Пятерочка На сопротивление Магии И шестерочка На первую помощь Вот от шестерочки Как раз Приходится Отказываться Теперь давайте Пробежимся По ведьмам У них 6 шанс На навигацию Это лишнее 8 на мудрость 8 на мистицизм И пожалуй Мистицизм Тоже в ряде Случаев Будет лишним 8 на баллистику Ну Баллистика Я думаю Для магов Тоже Не особо Подходит Разве что Какой-то Микс Уже делать Далеко не Классического Мага 10 на зоркость Которая Я считаю Тоже Пожалуй Лишнее Будет Если играть Без плагинов 7 на грамотность Грамотность Она иногда Нужна Но Иметь Такой Большой Шанс Он Наоборот Может запороть Прокачку Вам В какой-то Момент Также 7 шанс На интеллект А это Уже Здорово Это то Что надо Магу 8 на волшебство Это тоже То что Надо Магу Особенно На маленьких Шаблонах И первая Помощь Которая Магу Я думаю Что Не так сильно Нужна Хотя Опять же На маленьких Шаблонах Это может И отыграться То есть Там армии Мало И лечение Каждого Юнита Там может Сыграть Очень важную Роль На больших Шаблонах Там где Армии Копятся Ну просто Пачками Огромными Там я думаю Что навряд Дойдет до того Чтобы палатка Реально там Сыграла свою Важную роль Хотя Случай Бывали Бывало Что Выживали Из-за палатки Из-за того Что не хватало Магии Или урона А палатка Постоянно Подлечивала И не давала Добить какой-то Стэк до конца И затягивала Партию Но это Если вам будет Уже интересно Посмотрите В разных Видео